САО ЮНЬШАНЬ В качестве переводчика был Ли Цзунглун, председатель Московского центра китайско-русских культурных связей. Как они объяснили во время встречи с губернатором Ульяновской области Сергеем Ивановичем Морозовым, цель их визита – лучше узнать Ульяновск, родину Ленина, перед которым китайцы преклоняются и считают его великим человеком. Собственно, Цао Юньшань и Тан Шуанхэ приехали в Ульяновск не случайно. Накануне они побывали в Москве и Санкт-Петербурге. Все эти российские города включены в «Красный маршрут». Далее ассоциация готова возить в город на Волге группы туристов. Но прежде руководители сами решили проехаться по нему в качестве туристов. Сейчас китайская туристическая компания называется «Красный маршрут» – Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Казань. Эта линия очень популярна. Сейчас мы хотим, чтобы наши туристы ехали не только в Москву и Петербург. Китайцам очень нравится русская природа, культура и фигура Ленина. В свою очередь Сергей Иванович Морозов отметил, что отношения Ульяновской области и Китая продолжают развиваться. Несомненно, нам есть чем гордиться. У нас достаточно большое количество крупных инвестиционных совместных проектов с китайскими компаниями и в области атомной, ядерной энергетики, и в области, связанной с автомобилестроениями, в области высоких технологий в виде парка возобновляемой энергетики, который мы сейчас вместе с нашими китайскими партнерами строим. Но одновременно мы, конечно, рассчитываем на более крепкие отношения, потому что вы видите о том, что, несмотря ни на какие сложности в мире, китайская экономика показывает хорошие результаты. 6-6,5% темпа роста. Это, наверное, нам пока еще и не снилось. Хотя мы хотели бы к этому двигаться. Это первое. И второе, для нас крайне важно, действительно, сделать так, чтобы достаточно большое количество туристов приехало из Китайской Народной Республики для того, чтобы ознакомиться не только с историей Ленина, но и с историей Советского Союза. Бульямский первым туристическим объектом, который посетили гости из Поднебесной, стал Дом музея Владимира Ильича Ленина. Их встретила заведующая музеем Татьяна Брыляева. Экскурсию проводил ученый-секретарь Ленинского мемориала Валерий Перфилов. Он не просто рассказывал о семье, но и приводил слова Ленина из его трудов. К слову сказать, от Валерия Александровича не только гости, но и мы, журналисты, узнали интересные факты из жизни Ульяновых. К примеру, Анна Александровна, старшая сестра Ленина, одно время была не только его секретарем, но и охранником. Носила при себе пистолет. Однако, когда на них напали в 1918 году, Анна Александровна забыла про него. В комнате Володи гости сфотографировали на память каждую вещь. Очень понравилась форма гимназиста Ульянова. Спустившись на первый этаж, гости на память расписались в книге отзывов музея. В своих словах они снова прославляли великого Ленина, вождя пролетариата. Напоследок они прошлись по двору дома и побывали в саду Ульянова. Кстати, в прошлом году делегация из Китая посадила здесь вишни, которые этим летом должны дать плоды. Следующим пунктом их визита стал музей Ленинского мемориала. Здесь китайские гости рассмотрели старый Симбирск в панораме. Заглянули на выставку фотографий издательского дома «Ульянская правда». Как сказали гости, как раз та самая революция их очень интересует. Поэтому в этом году, в год столетия революции, в Ульяновск приедет много туристов. И первая группа уже будет на родине Ленина в начале мая. По словам Цао Юньшань, здесь им есть что посмотреть. Ирина Антонова, Данил Сурков. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова